Мамины каникулы – большой проект Дома молодёжи. Он направлен на помощь молодым матерям в преодолении проблем взаимоотношений с мужем или детьми. Кроме того, участницы проекта проходят обучение техникам саморегуляции, улучшение эмоционального состояния и поиска новых путей саморазвития. И сегодня в нашей студии гость Захар Зыков, методист Дома молодёжи и один из авторов этого проекта. Захар, здравствуйте! Екатерина, здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, вы создавали этот проект, исходя из проблем какой-то конкретной в семье? И как вообще возникла идея создания такого проекта? Я являюсь одним из соавторов. Автор этого проекта – это Света Иванова. И это был грант. И чтобы грант был успешный, человек должен решать какую-то проблему, какую-то свою личную боль. И Света её решила, она её описала. Она забеременела в 16 лет. И родила ребёнка в 16 лет. Она осталась одна, без поддержки. И до сих пор со своим сыном. И чтобы помочь таким же мамам, как она, которые оказались в такой ситуации, она придумала проект «Мамины каникулы». И я стал его соавтором. Помогаю ей до сих пор уже на протяжении трёх лет. Очень интересно. А расскажите, как вообще выглядит этот проект? Это как обучающий курс или обмен опыта между матерями? Мы заезжаем на Шарголь вместе с мамами. Мамы заезжают без детей и без мужей. Они заезжают на сутки, и с ними работают различные психологи, происходят различные тренинги. То есть они максимально разгружаются и учатся одновременно чему-то новому. Проект на протяжении года. То есть они заезжают на сутки раз в месяц. А это постоянно какие-то участники? Участницы могут меняться. Всё-таки время не позволяет иногда некоторым участницам. Всё-таки не всегда могут мужа остаться с детьми, либо бабушки, дедушки. И кто-то может заехать на четвёртый, либо на пятый заезд. Но при этом всё равно человек получит нужную и полезную информацию. То есть это как отдельные такие встречи? Да, да, да. Они, конечно, могут брать что-то с прошлого заезда, но каждый раз поднимается какая-то новая определённая тема, которая актуальна для мамочек. Допустим, как правильно работать, обращаться с ребёнком, как правильно взаимодействовать с мужем. Иногда не все это понимают. И какие-то проблемы могут быть в семье, и они решаются. А какие ещё интересные темы у вас на проекте поднимались? Самая, наверное, смешная тема, но важная – это работа со сексологом. Очень странно, что её все любят почему-то. Также, как я уже сказал, это правильное обращение с ребёнком, также решение каких-то проблем внутри семьи. То есть сначала идёт работа по группам, а потом мамочки могут подойти к психологу и обратиться с какой-то своей личной проблемой. И если у него есть время, то он, в принципе, может её разобрать. То есть, в принципе, мы ещё практикуем индивидуальный подход каждой участнице. Тем много уже было за три года. Я вот прямо сейчас вам сходу, наверное, не могу назвать, но они точно попадают в цель под каждого человека. Ну, я слышала, что у вас и практики интересные проходят, типа гвоздестояния, какие-то курсы, да? Да, вот буквально на прошлом заезде девочки танцевали бачаду, учились. Да, также каждый новый заезд у нас происходит. Разные практики, как вы сказали. Вот, могут заехать ребята, допустим, с проекта «Аномалия» квест-центра, тоже что-то своё дать. Вот, также девочки могут учиться готовить какие-то там печеньки, всякие вот такие вот штучки, вещи. Вот, сотрудничаем со всеми по этой тематике, и нам помогают. Да, расскажите, кто вам помогает, какие специалисты у вас задействованы были в проекте? В основном это психологи. Также, как я вроде бы знаю. Ну, честно, по партнёрам это больше к автору проекта, у меня больше по развлекаловке, вот, по вечерней программе. Но всё же, это в основном различные психологические центры, которые предоставляют своих специалистов, вот, и достаточно охотно всё-таки там ребята набираются опыта, если им надо, вот, и что-то для мамочек дают, рассказывают. А программа, кстати, известна заранее? Вот, женщины, девушки, когда заезжают, они уже знают? Нет, 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 программа неизвестна, но она всегда очень насыщенная, она меняется. Мы в конце каждого заезда собираем обратную связь, девочки нам говорят, что им понравилось, что им не очень понравилось, и мы уже можем что-то либо подсократить в программе и какую-то тему получше раскрыть в следующем заезде, либо вообще, в принципе, что-то исключить. А вот у заезда есть какая-то общая тема или просто наполнение разное? Просто наполнение разное, да. То есть какое-то расписание, да, они приезжают, и у них разные какие-то мероприятия проходят. Общая тема не меняется, это мамины каникулы, мамам нужно разгрузиться и узнать что-то новое, чтобы по приезду домой они могли свои проблемы как-то решить. Здорово. И общение, наверное, тоже помогает. С людьми с такими же проблемами и запросами. Мы в этом сезоне, в этом году решили, что мы не будем делать возрастные ограничения. В принципе, если у нас было вроде бы как от 16 до 35 или 30 лет. А, то есть для молодых мамочек, да, изначально? Да, то сейчас мы вообще такие, нет, у нас не будет в принципе никаких ограничений по возрасту, и когда они встречаются, все-таки возраст влияет, разный опыт, и они делятся между собой. Все-таки они живут в одних комнатах, вот. У нас нет отдельных номеров люкс, вот. Поэтому они все, грубо говоря, вот так вот в одной... Очень интересно. ...тарелочке варятся. Да, расскажите, как вам попасть? Самый главный-то вопрос. У нас есть социальные сети Дума Молодежи, телеграм-каналы, группа ВКонтакте, можете очень легко найти в поисковике. И вот прямо сейчас у нас есть посты, которые зовут вас на следующий заезд, который произойдет в марте. Участие в проекте платное, но цена... А на того стоит. Да, цена вас приятно удивит, поэтому не стесняйтесь, записывайтесь. Есть очень удобная Google-форма, и там можно оставить свою заявку и анкету. Спасибо большое, Захар, за интересную беседу. Вам спасибо, что позвали. Приходите к нам еще. Хорошо. С такими же хорошими новостями. Хорошо, спасибо. Спасибо, до свидания. Я напомню, что у нас в студии был методист Дома Молодежи Захар Зыков, с которым мы обсудили проект «Мамины каникулы».